В одном из приютов для животных долго жила собака Майя. Она отличалась своим добрым сердцем. Поэтому она заменяла маму для всех малышей, которые появлялись в приюте. История о доброй собаке, которая заботилась о котятах и щенках, стала победителем межрегионального этапа молодежного проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Короткометражный мультик «Мама для подкидышей» сняли воспитанницы детской школы искусств номер два. Работа девочек о милосердии, доброте и сострадании стала лучшей в номинации видео. Мы сначала рисовали, вырезали, то есть все конечности по отдельности, а потом приклеивали пластилином, делали фото и потом это все скрепляли. В номинациях стихи, песни, рисунки, видео, фото, сочинения молодежного проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России» награды получили более 80 саровчан. Организаторы отметили, что качество творческих работ растет из года в год. «Я считаю, что это надо и дальше развивать, поддерживать, развивать, пропагандировать эти вещи. И чтобы вот, я обращаюсь еще раз к тем взрослым, которые здесь, сказать вам спасибо огромное, что вы принимаете такое активное участие со своими детьми, что обучаете им». Татьяна Зинина отправила на конкурс с сочинением «Моя Христова Пасха» и стала победителем межрегионального этапа. Девушка рассказала о посещении Троицы Сергиевой Лавры во время вокального фестиваля. Экскурсия по монастырю оставила глубокий след в душе Татьяны, и она решила выразить свое впечатление на бумаге. «Были муки творчества. Сначала я пыталась писать какими-то общими словами о том, что вообще такое Пасха, а надо было добавить своих чувств, мыслей». Две с половиной тысячи работ оценивал в этом году жюри конкурса «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Это на несколько сотен больше, чем в прошлом. Также впервые для Сарова разработали положение муниципального этапа конкурса для детей от пяти до десяти лет. «Нам некоторые говорили, как? Они же не смогут, им родители помогут. Так слава Богу. То есть совместно с родителями, с бабушками, с дедушками, чтобы участвовали в этом проекте». Лауреаты конкурса получили дипломы и памятные подарки. Церемония награждения сопровождалась вокальными выступлениями творческих коллективов города. Елена Горцкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.